Здравствуйте, с вами снова Сергей Черняк и Берулино Мобилен. Я сегодня хочу поговорить с вами про форкауфсрэшт. По-русски это право преимущественной покупки недвижимости. Этим правом по немецкому закону обладают либо местная коммуна, город, деревня, либо арендатор этой недвижимости, если недвижимость сдана в аренду. То есть на практике это означает, что сразу после подписания договора купли-продажи нотариус, который, как вы помните, является необходимой частью заключения договора купли-продажи недвижимости в Германии, так вот нотариус обращается в коммуну с просьбой прояснить ситуацию о намерении коммуны вступить в договор купли-продажи вместо покупателя. Это может произойти в случае, если у города есть планы на земельный участок или на дом, который продан, или на квартиру, на магазин, на коммерческую недвижимость в соответствии с новым планом застройки, новым планом планировки того или иного района города-деревни. Нотариус получает в течение двух месяцев после своего запроса получает либо негативный ответ, который называется по-немецки negativzäugnis или negativzäugnis, который означает, что у коммуны нет планов вступить во владение объектом недвижимости, то есть заменив договоре купли-продажи покупателя, либо коммуна извещает нотариуса, что у нее такие планы есть. В таком случае коммуна вступает в договор вместо покупателя на тех же условиях, на которых продавец продал покупателю объект недвижимости. А покупатель, соответственно, без расходов из договора выходит. Второй, у кого есть право преимущественной покупки объекта недвижимости, это арендатор, если объект сдан ему в аренду. Это означает, что покупатель обязан проинформировать арендатора о том, что недвижимость продается, и предложить ему эту недвижимость купить. Если арендатор тут же соглашается купить объект недвижимости, и цена устраивает обе стороны, то обе стороны заключают договор, и все хорошо. Ежели арендатор принимает к сведению намерение продавца, владельца недвижимости, объект недвижимости продать, то у арендатора есть право, внимание, в течение двух месяцев после заключения договора купли-продажи, ознакомиться с ним, и если у него будет желание, то у него есть право вступить в этот договор вместо покупателя. Если это право не будет удовлетворено, то арендатор имеет право обратиться в суд и получить компенсацию за то, что право его преимущественной покупки не было удовлетворено. Теперь, когда же это право преимущественной покупки может быть использовано арендатором? Внимание! Это право дается арендатору только один раз после разделения дома, если мы говорим про многоквартирный дом, это право есть у арендатора только один раз после порцелляции дома на квартиры. Это означает, что если вы сдаете квартиру уже которому арендатору, то есть не первому, и кто-то из предыдущих арендаторов имел право преимущественной покупки и не воспользовался им, то у следующего арендатора такого права преимущественной покупки нет. Если в квартире после порцелляции, то есть в разделении дома на квартиры живет тот же самый арендатор, который жил до того, и этот арендатор уже отказался в прошлый раз от права преимущественной покупки, то в этот раз у него права преимущественной покупки не будет. Это может произойти, когда, допустим, квартира несколько раз поменяла владельцев, когда-то один из предыдущих владельцев предлагал этому арендатору уже купить квартиру, но арендатор отказался. Это может быть также и в том случае, когда этот владелец уже продавал эту квартиру, но в какой-то момент снял ее с продаж и теперь продает снова. Но в предыдущий раз арендатор отказался письменно, это все должно быть письменно, отказался от своего права преимущественной покупки. Теперь право преимущественной покупки должно вступить в силу после того, как арендатор проинформировал продавца владельца письменно в свободной форме о своем желании вступить в договор купли-продажи вместо покупателя. Это право является безусловным и безотзывным. То есть, если арендатор один раз высказал желание вступить в договор, он не имеет право это право отозвать. Если он изъявил желание в договор не вступать, он не может право поменять свое мнение. Есть случаи, когда арендатор или местные власти не имеют право преимущественной покупки. Это случаи, когда квартира выставляется на аукцион. Это случаи, когда объект недвижимости покупается родственниками владельца или членами его домашнего хозяйства. И очень важный момент. Если вы знаете, что у вашего арендатора есть право преимущественной покупки, то вы должны оговорить в договоре купли-продажи с вашим другим покупателем право вашего выхода из договора в случае желания арендатора воспользоваться своим правом преимущественной покупки. Все. Оставайтесь с нами.